Лампа накаливания довольно простое устройство. Цоколь имеет два металлических контакта, которые соединены с нитью накаливания. Электроны, протекающие по проводникам, сталкиваются с атомами в нити, заставляя их вибрировать. Энергия электронов нагревает атомы до 2200 градусов Цельсия. При этой температуре они начинают испускать видимый свет. Производство лампочек имеет два конвейера, которые затем соединяются. На одном изготавливается стеклянная колба, на втором изготавливаются цоколи. На них монтируются электрические комплектующие. В начале цокольной линии автомат нарезает стеклянную трубку в определенный размер. Трубочки устанавливаются на полировочный круг и нагреваются газовым пламенем в течение 7 секунд. Поверхность разогретого стекла выравнивается. Теперь полированным трубочкам делают уширение верхней части. Нагревают трубку, пока она не станет пластичной, и затем один кончик расплющивают. В расплющенный кончик вдеваются два медных проводника. Затем надевается тонкий стеклянный цилиндр, называемый штенгелем. Последовательно проходя через ряд нагревающих элементов, обе трубки размягчаются. Пресс запаивает трубки вместе с проволокой. Одновременно делается микроскопическое отверстие ровно между проводниками. Оно понадобится, чтобы удалить воздух из колбы. Через это отверстие в штенгеле откачивают воздух. Затем кончики выводов разводятся и загибаются крючком. Здесь надевается очень тонкая, витая вольфрамовая нить, которая очень хорошо выдерживает длительный нагрев. Выводы покрываются другим металлом, жидким цирконием. Это увеличивает срок службы, защищая их от влаги, конденсирующейся в колбе. Колбы, так же как и трубки, изготавливаются из недорогого силикатного стекла. На верхушку колбы наносится штамп с маркой производителя, рабочим напряжением и мощностью лампочки. Матовые лампочки отличаются от обычных только тем, что изнутри покрыты синтетическим диоксидом кремния, белым порошком. Для закрепления покрытия дается разряд 30 тысяч вольт. В сочетании с нагревом до определенной температуры, под действием разряда тонкий слой порошка прилипает к стеклу. Горелки испаряют влагу и отжигают все инородные включения. Здесь два конвейера соединяются, и колба надевается на цоколь. Затем сплющенный кончик цоколя сплавляется с шейкой колбы. Затем формуется основание лампочки для посадки в алюминиевый цоколь. Затем из колбы отсасывается весь воздух. Взамен накачивается аргон под давлением. Этот инертный газ не поддается нагреву, что удлиняет срок службы нити. Контактные выводы изгибаются, и горелки расплавляют и запечатывают штенгель, запирая аргон внутри колбы. Если сейчас подключить лампочку, она загорится. Но для того, чтобы лампочку можно было вернуть в патрон, необходим цоколь. Цоколь изготовлен из алюминия. Через центр цоколя проводится один проводок и запаивается. Точечной сваркой приваривается сбоку второй провод. Теперь контакты внутреннего и внешнего цоколя соединены. Перед упаковкой лампочки проходят так называемое испытание на пробой. Несколько кратковременных включений с подачей высокого напряжения. Это укрепляет нить накаливания. Теперь она не порвется во время транспортировки. Лампочки неоднократно проверяются. Еще немного света. Просто, чтобы убедиться, что ничего не повредилось между тестом, изоляцией и упаковкой. Упаковочная машина обеспечивает очень мягкое прикосновение. Можно сказать, нежно берет хрупкие лампочки.